Пастырь немножко ошибался, не было никакой катастрофы, но можно это происходить. Что случилось? Три дня назад, в четверг, я работаю как водитель-грозовик. Ездил по главная дорога 1-9 из городка Варна к посока Варна. Это произошло по три часа утра, что-то ужасно начало стучит. Я немедленно остановил грозовик, подумал, что резина, что-то там получилось. Ушел там, свет был и остановил, что с резина ничего нет. Потом я знал, что-то плохое случилось. Посмотрел вниз и видел, что карданный вал на земле. Это очень опасная ситуация для водителя и машины. В общем, там был груз. В общем, грозовик вместо груза весил возле 12 тонн. Это большая масса. А скорость была немаленькая, возле 90 км в час. В общем, это была такая возможность, что перекрутить грозовик с резиной вверх. Но ничего не получилось. По дороге оказалось, что не было дырка, которая зацепит этот вал. А это представляет триметровая дебилостная труба, которая продавает движение колес из двигателя. Потом я не мог ничего, ни другое сделать. Обозначил место, включил аварийный свет. У меня в руках был прожектор. Перезвонил 112. Пришли полицейские. В полицейское управление получилась большая ошибка. Через 15 минут пришла противопожарная машина. Кто-то сказал, что произошел пожар. А такое ничего нет. Это ничего истинно нет. Только аварии я не был в состоянии передвигать машину даже на метр вперед. Ждал по дороге один час. Потянули меня на безопасное место. Это называется отбивка по дороге. И потом я задумал себя и вспомнил себя, что я отдал свою жизнь Господь. Пригласил Дух Святой в мое сердце. Он сейчас живет в мое сердце. И когда начинал работа, я каждый день молюсь. Господь, моляй тебе. Сохраняй меня как водител, мой грозовик, груз, ничего плохое не происходит. Я думаю, потому что я хочу служить только Господа, а не другого. Вы хорошо знаете, это противник. Я даже имя не хочу называть этот противник, потому что он очень плохой. Он убит. Он убит. Он только обманывает, он обманчик. И просто я благодарю Господь, что он был там. На это место я думал сначала, что я сам там. Но я не был прав. Потому что есть такое слово. В день беды позови меня, я избавлю тебя. И ты будешь прославить имя мое. Это Псалон 50, 15. Я называю, потому что это стих мой любимый. Я называю Божий 112. Спешный телефон. Там сам Господь поднимает трубку. Так и получилось. Спасибо ваше внимание.